В бескрайних просторах космоса каждое небесное тело хранит свои секреты. Один из самых увлекательных среди них — Титан, самый большой спутник Сатурна. На протяжении десятилетий астрономы и ученые пытались разгадать тайны Титана, и теперь мы наконец-то получили первое четкие изображения этого внушающего благоговения мира. Есть ли там признаки жизни или свидетельства геологической активности, которые могут перевернуть наше представление о спутниках и планетах? Присоединяйся к нам, ведь мы отправляемся в уникальное путешествие к Титану и показываем тебе самые последние снимки. Скористый спутник Титан Ни одно другое небесное тело в Солнечной системе не имеет такого сходства с Землей, как Титан. Титан немного меньше, немного светлее, и, конечно, это не планета, а спутник. Но дело в том, что в настоящее время астрономы не знают, как на самом деле формируются спутники. Поскольку самые крупные из них напоминают малые планеты, такие как Меркурий, Марс или даже Земля, возможно, эти небесные тела когда-то были планетоидами. Из-за гравитации газовых гигантов, вроде Сатурна, они были привязаны к орбите вокруг больших планет и не вращаются вокруг Солнца. И в настоящее время спутники в Солнечной системе являются самыми горячими кандидатами на обнаружение жизни. Исследователи с 1990-х годов знают, что Титан имеет сходство с Землей. Но из-за того, что спутник окутан плотной атмосферой, Земли было невозможно точно увидеть, что происходит на его поверхности. Наконец, в 1997 году это время наступило. Миссия Кассини-Гюгенс отправилась к Сатурну, и 14 января 2005 года произошло нечто невиданное в космических путешествиях. В этот день зонд Гюгенс совершил посадку на Титан, самый большой спутник Сатурна. Это был первый, пока единственный случай, когда зонд совершил посадку на объект во внешней части Солнечной системы. Этот зонд предоставил первое захватывающее изображение землеподобного мира. В центре управления НАСА эти минуты стали событием века. Техники, инженеры и ученые с волнением наблюдали за полетом Гюгенса к поверхности. Никто не знал, что покажет полет зонда. Горы, озера и воду, или даже формы жизни. Сначала была видна только оранжево-коричневая дымка. Но по мере того, как зонд опускался все ниже и ниже, примерно в 50 километрах над поверхностью, облако начало рассеиваться. Очень медленно перед глазами наблюдателей раскрылись никогда ранее невиданные образы. Во-первых, между более светлыми холмистыми областями выделялась темная долина. За некоторыми холмами стали видны две темные параллельные линии, которые исследователи определили как часть огромной системы дюн. Дюны составляют значительную часть поверхности Титана. Однако Титан покрыт не только горами и песчаными пустынями, как Марс. На Титане есть озера и моря. При подходе Гюгенса к месту посадки была обнаружена сложная сеть дренажных каналов, прокладывающих себе путь через склон холма. Сегодня исследователи уже знают, что эти ландшафты были сформированы не водой. На Титане очень мало воды. Вместо этого большинство озер и океанов заполнены жидким метаном. И, вероятно, на Титане идут метановые дожди. К сожалению, во время миссии у Гюгенса возникли небольшие проблемы со связью, в результате чего родительскому зонду Кассини было отправлено только 376 снимков вместо запланированных 700. Почти половина сделанных снимков была потеряна навсегда. Все те любители космоса, которые надеялись получить от Гюгенса изображения инопланетных городов и невиданных существ, были горько разочарованы этой миссией. Снимки Гюгенса завораживают, но на них снова можно увидеть лишь изображение скал, пыли и бесплодных миров. Пока что не видно ни одного признака жизни. Что мы знаем о Титане сейчас? Несмотря на сбой в передаче изображений, ландшафты Титана удалось рассмотреть в беспрецедентных деталях. Всего за несколько часов спутник превратился из размытого оранжевого шара в реальный осязаемый мир в сознании людей. Изображения с поверхности показали плоскую равнину и множество разбросанных камешков. Область посадки не позволяла сделать какие-либо выводы о текущей активности флюидов, но напоминала высохшее озеро или русло реки. Вдали на горизонте видны небольшие холмы. Позднее нарис снимков показал, что разбросанные по ландшафту камешки на самом деле представляли собой твёрдую, как камень, замёрзшую воду. В месте посадки Гюгенс измерял температуру минус 180 градусов Цельсия. Ветер был очень слабым, а на небе не было видно никаких облачных структур, только густая дымка. Через 72 минуты сигнал Гюгенса исчез. Батареи Гюгенса были разряжены. Следы жизни? Конечно, велико было разочарование учёных и в том, что Титан не является водным миром, и на нём не видно никаких следов жизни. Представь, если бы Гюгенс приземлился в лесу или прислал фотографию какого-нибудь существа, проносящегося мимо. Вероятно, одни были бы в восторге от радости, а другие получили бы шок. Виды внеземных скалистых миров без признаков жизни могут произвести фурор. Неужели мы действительно единственны? И является ли Земля единственным небесным телом с органической жизнью, такой как микробы или бактерии? Многие учёные не хотят сдаваться, несмотря на первые результаты миссии. Возможно, на Титане, а также в морях и озёрах есть простая жизнь, даже если они состоят из метана. В лаборатории исследователи доказали, что микробы могут жить и на основе метана. Это доказала группа исследователей из США, а также группа из Франции. Исследования продолжаются. Миссия Стрекоза. В НАСА уверены, исследование Титана должно продолжаться. Dragonfly должен вывести исследование спутника на новый уровень. Беспилотник будет запущен уже в 2027 году и отправится в свои первые исследовательские полёты на Титан в 2034 году. Мы видели слишком мало Титана, чтобы судить об этом. Представь, что инопланетяне высадили зонд в Сахаре и сказали «Ага, песок, больше ничего и никакой жизни». Точно так же зонд может приземлиться посреди океана и не обнаружить никаких признаков людей или нашей культуры. На Земле есть десятки таких ландшафтов, которые не очень-то покажут, что там происходит. И, возможно, у нас была похожая ситуация с миссией Гюгенс. Dragonfly будет совершать небольшие полёты над поверхностью Титана, похожие на марсианский вертолёт Ingenuity. На самом деле Ingenuity был экспериментальным объектом, ограниченным всего несколькими часами работы некоторых техников, которые хотели сконструировать вертолёт, пригодный для космических полётов. Но зонд летит и летит и сопровождает ровер Perseverance теперь уже несколько месяцев. Одна попытка превратилась в гигантский успех, и концепт Dragonfly вскоре продолжит эту историю успеха. Подобные вертолёты и беспилотники гораздо лучше подходят для исследования больших пространств на спутниках или планетах, чем это могут сделать относительно неповоротливые роверы. Dragonfly не только выяснит, обитаем ли Титан или когда-либо был обитаем, но и займётся поиском сложнохимических соединений, которые служат доказательством существования жизни. Разумеется, зонд будет оснащённый фотоаппаратом. Помимо набора микроскопических камер, на его борту будет установлена панорамная камера. Так что с 2034 года мы снова сможем с нетерпением ждать небывалых впечатлений от инопланетного мира и новых захватывающих дух снимков. Один день на Титане Чтобы дать тебе предвкушение того, как выглядит и, возможно, ощущается этот мир, давай посмотрим, каким будет день на Титане. Через много лет не исключено, что люди будут временно жить на Титане, чтобы исследовать спутник. Первые астронавты, которые ступили бы в этот мир, наверняка чувствовали бы себя как в научно-фантастическом фильме. Перед собой эти люди увидели бы мир, который почему-то кажется знакомым и в то же время совершенно другим. Небо имеет желтоватый оттенок, а окружающий ландшафт красноватый. Яркость на спутнике приглушена в течение всего дня, почти как сумеречный вечер на Земле. Солнечные лучи будут ощущаться, хотя и не так интенсивно и отчетливо, как у нас. Солнце, конечно, можно увидеть как яркую точку на затуманенном небе, но явно оно никогда не было бы видно. Ночью не было бы видно ни одной звезды. Дымка не позволяет свету звезд проникать на поверхность. Вероятно, окружающая среда тихая, очень тихая даже. Кроме ветра ничего не слышно, и здесь чрезвычайно холодно. Температура достигает минус 179 градусов. Человек может выжить здесь только в толстых защитных скафандрах со встроенными кислородными системами и отоплением. Если бы какой-либо из окружающих запахов проникал сквозь толстую защиту, то, вероятно, можно было бы уловить земляной или метаноподобный запах. День в этом мире длится 15,945 земных суток. Поэтому Титан вращается вокруг своей оси очень медленно. За тот же период времени спутник один раз обращается вокруг Сатурна, а вместе с Сатурном обращается вокруг Солнца за 29,5 земных лет. Пока никто не знает, как пребывание в далеких от Земли мирах влияет на органы и психику человека. Вероятно, астронавты пробудут в этом мире совсем недолго и вернутся на Землю через несколько недель, месяцев или самое большее через год. Другие спутники с перспективой жизни Хотя Титан пока не показывал нам никаких доказательств существования жизни, перспективы найти следы жизни на других спутниках системы также очень хороши. Возьмем, к примеру, Европу, один из спутников Юпитера. Под его ледяной поверхностью дремлет океан жидкой воды, который может содержать больше воды, чем все земные океаны вместе взятые. Этот ослепительно-белый мир пересекают красноватые и коричневые линии, пробивающиеся сквозь лед и образующие впечатляющий узор. Энцелад – еще один спутник Сатурна с ярким водным миром. Эффектные спутники гейзера извергают в космос водяной пар, и эта вода может содержать свидетельство микробной жизни. Сканирование телескопом уже дало доказательство наличия органических молекул, азота и крошечных частиц кремния. Ганимет вращается вокруг Юпитера и является самым большим спутником в Солнечной системе. Подповерхностный океан, объем которого намного превышает объем всех земных запасов воды, может служить пристанищем для простых форм жизни. Ганимет также имеет разнообразную поверхность с кратерами, холмами и долинами. Спутник Нептуна Тритон – последний кандидат в этом ряду, который может приютить под своей поверхностью океаны и жизнь. В ближайшее десятилетие к этим спутникам будет запущена целая серия зондов. Ожидается, что некоторые миссии даже будут оснащены бурами, чтобы копать глубоко во льду. Трудно предсказать, найдем ли мы окончательные доказательства внеземной жизни и когда именно. Некоторые ученые настроены оптимистично и считают, что эти миссии наконец-то предоставят доказательства. Другие настроены более осторожно, подчеркивая, что Вселенная велика и сложна, и поиск жизни может оказаться более трудным, чем мы сейчас себе представляем. Как ты относишься к Титану, другим спутникам и возможности найти там жизнь? Будет ли для тебя удивительно или приятно узнать, что на спутнике есть бактерии? Или для того, чтобы произвести на тебя впечатление, должны быть фантастические миры, вроде вымышленного спутника Аватара?